Соборность Соборность Почему и в чем эта угроза? Действительно, к сожалению, угроза это есть, но в первую очередь, я думаю, очень важный момент, стоит нам подчеркнуть, что любая секта, она имеет приверженцев, которые искренне любят Бога, которые стремятся ему служить, которые стараются положить на алтарь все для того, чтобы их церковь, как она называется, чтобы эта церковь росла, они стараются где-то помогать друг дружке, поддерживать друг дружке, в трудную минуту приходят, то есть таких моментов очень много, но и бывают, естественно, частные случаи. А по поводу угрозы, угроза, да, есть, и эта угроза есть и для личности, как вы правильно сказали, и для общества в целом, государства, но, естественно, малое государство — это семья. И такие примеры, если взять, к примеру, секту пятидесятников, то в этой секте очень часто есть влияние на человека, чтобы поработить его как бы разум. И это можно увидеть в их молитвах, когда происходят голосалии, когда человек начинает говорить на непонятных языках, и он считает, что это Дух Божий в нем говорит. Кстати, среди самих пятидесятников нет единого учения о том, что же за Дух говорит в человеке. Есть мнение Дух Святой, есть мнение, что Дух Человеческий. То есть они даже между собой, они не могут как бы прийти к единому, к чему-то. Вот в этом вопросе. Ну и есть и другие вопросы. Что касается личности, то здесь мы видим влияние на то, что человек начинает разрушаться, саморазрушаться. Учитывая мой опыт, тогда, когда я познакомился впервые с протестантами так называемыми, баптистами, пятидесятниками, харизматики, адвентистами и прочие, то узнал такую вещь, что для меня оказалось отталкивающее от пятидесятников в частности. То, что по статистике, это было в Ульяновске, по статистике примерно один, каждый четвертый человек в этой организации стоит на учете в психиатрической лечебнице. То есть это вот один момент. А помимо этого, стоит сказать опять, что касается личности, то, что в этих организациях учат об особой избранности человека, что он на что-то избран. И если он избран, то, естественно, он понимает свою исключительность и особенность. Что касается семьи, есть немало случаев, когда приходят в храм люди, жалуются, просят о том, что семьи разрушаются. Учитывая, допустим, в Усмане секта неопятидесятников, практически все женщины в этой секте, они разведены, оставили свои семьи, с мужьями развелись и занимаются, как они считают, миссионерской деятельностью. Помимо этого был случай не так давно, когда мне позвонили с Липецка и попросили встретиться. Почему? Потому что попросили о помощи. Как найти секту свидетелей Иегова у нас в Усмане? А ситуация такая, молодые поженились, жили хорошо, особо не вникали, как человек верит в то, в другое, в третье. А когда родился ребенок, вдруг оказалось, что ребенок больной, и переливание крови мама не хотела делать. А когда отец стал настаивать, она забрала ребенка и скрылась с ним. И вот их искали, и милиция искала, и вот поэтому они просили, батюшка, помогите найти свидетелей Иегова у вас там. Для чего? Для того, чтобы как-то через них найти, выйти на какой-то контакт. То есть вот один из очередных примеров. Что касается общества, государства в целом, я думаю, не секрет для каждого из нас та ситуация, которая произошла на Украине, Майдан. Очень большой вес привнесли именно служители культов, пятидесятников, баптистов, неуязычников, харизматиков и прочих, прочих. Вплоть до того, что есть целые цитаты их епископов, которые призывали к оружию и называли Россию агрессором. И таких примеров опять очень много. Что касается в целом, любая секта, она пытается подчинить волю человека, и чтобы контролировать человека, личность, через него семью. Потому что есть целые программы, как начать разговаривать с семьей, как начать разговаривать с родственниками. Потому что когда приходят к вам и начинают вам рассказывать что-то из Священного Писания, и видят, что вы как бы повелись на этом. А у человека, у каждого есть желание к Слову Божьему. Его стремление, да, действительно стремление. И вот вы пошли, вы повелись к этому, вам интересно, и они уже в следующий раз приходят и вам говорят заранее, мы к вам приедем тогда-то, тогда-то, а у вас родственники погибают. У вас родственники уходят в погибель, приглашайте их. А вы переживаете за них? Переживаете. И вы их тоже зовете. И вот они приходят, и получается что? И получается на языке сектантов или протестантов, более таком общем ключе сказать, получается евангелизация. То есть это смысл жизни протестанта. Потому что он уже спасенный по их учению. Он уже спасенный, он уже святой. А здесь ему надо что делать? Ну, служить Богу. Как служить? Евангелизация. То есть привлечение новых адептов в свою организацию. Да, поразительно. Это очень интересно, батюшка. Посмотрим краткую биографическую справку отца Алексея. Иерей Алексей Занин. Клирик Богоевренского храма города Усмани. В 2000 году получил экономическое образование в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. В 2015 году закончил Воронежскую духовную семинарию. В священном сане с 2011 года. С 2013 года ответственный по миссионерскому служению Усманского благощения. С 2011 года занимается газетой миссионерской направленности «Успенский вестник». Батюшке 38 лет. Женат. Супруга Галина 31 год. Имеют двоих детей. Дочь Дарья 8 лет. Сын Александр 4 года. Свободным временем отец Алексей не располагает. Смысл жизни для него – нести в себе свет славы Божьей. Что касается воздействия на личности, вот один из примеров контроля, как это происходит. Приехала к нам в Усмане семья миссионеров из одной секты. Они приехали с Молдовы. И вот впервые, когда они у нас были дома, жена пастора полезла у меня по полкам смотреть, какие есть книги. Говорит, вот эту книгу надо убрать, вот эту убрать. То есть сразу пытаются захватить где-то внимание и навязать свое. То есть вот один из таких небольших, незначительных примеров, но который запомнился надолго. Да. Они обучаемы. Обучаемы довольно умными людьми. Очень умными. И помимо этого есть разные курсы. Курсы по подготовке проповедников, подготовке как рассказывать, как говорить тем, другим и так далее. То есть разные и социальные группы берутся. Но в основном это ярко выражено в секте свидетелей Иеговы, которые на данный момент запрещены. Хотя запрещены они и на государственном уровне, но по улице они также ходят. Им нельзя раздавать литературу. Они берут планшеты и в планшете показывают. То есть литературу не раздают. Их сайт признан экстремистским и запрещен у нас в России на него зайти, если как-то что-то взламывать. Может быть и можно. Но при этом есть дополнительный, дочерний ресурс, откуда скачивается информация, не открывая ее в интернете. А дома они открывают, уже скачаны это и смотрят. То есть все самые новейшие технологии у них на вооружении. Естественно, естественно. Вплоть до того, что из протестантских сект проповедники уезжают когда в Штаты на обучение, то оттуда они как с помощью видеопушки рассказывают, проповеди ведут оттуда. Молитвенные собрания проводят совместно. Ну и, естественно, предлагают проповедовать кому-то из гостей, кто там. Ну а здесь с ними знакомиться. Ну то есть технологии на вооружении действительно не взяты. Батюшка, очень хочется узнать на почве, каких обстоятельств вы сами были вовлечены в одну из конфессий. И вот изнутри, какова эта структура, какие ее цели, задачи, как это происходит? И с вами как это произошло? Ну, со мной это произошло в студенческие годы. Но почему я туда попал? Мне кажется, это в первую очередь проблема именно нашей церкви, православной церкви. То, что люди не знают, не знают православия, называются православными. И когда протестанты говорят о том, что православный идет пьяный, то-то, 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 и вот он с крестом ходит, а сам там живет распутной жизнью и прочее, 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 они отчасти правы. Нет у нас, к сожалению, ни образования такого, чтобы это было поставлено. Даже собеседование, которое сейчас проводят с крестными родителями, крестные родители приходят, и кто-то из них... С восприемниками. Да, восприемники, они возмущаются, зачем такое это, вот всегда был, крестили и все. То есть нет обучения. И когда человек не знает, он очень легко может поддаться на влияние какой-либо секты и религиозной группы, и попасть в какую-то там конфессию и так далее, и так далее. Как со мной и произошло. Это было в студенческие годы, хотя с детства я помню, что бабушка показывала мне там на иконы, говорила, боженька видит, и у меня был страх. То есть понятие о Боге, оно в целом было. Но как узнать дальше о Боге, и вдруг мне дарят Новый Завет, и начинают в нем показывать, что-то отмечать, подчеркивать, и до меня начинает что-то доходить, мне становится интересно. Вот, а раз интересно, что я опять же, я возвращаюсь к этому, к этому, читаю снова, читаю, изучаю, спрашиваю. Вот, помимо этого, о той занятости, что я говорил, то, что в то время показывали фильм «Иисус» по кинотеатрам. И вот я как только попал, это было во вторник, впервые я пришел на собрание, организация называлась Campus Crusard for Christ, студенческий городок для Христа. Он межконфессиональная такая организация, упор, но в основном там были баптисты. Вот, и когда я туда попал, с ними начал общаться, и вот со среды, со следующего дня, на две недели, я поехал по разным кинотеатрам, где показывали фильмы «Иисус». И вот там нужно было помогать, раздавать брошюрки, раздавать Евангелие и прочее, прочее. Ну, то есть вот здесь я увидел, как я нужен. Ходили по общежитиям, раздавали. А что касается структуры и цели, я думаю, что цель здесь разная в зависимости от того, с кем мы разговариваем. Потому что служитель, он может преследовать какие-то меркантильные цели в своей жизни, для того, чтобы где-то чем-то нажиться, что-то для себя приобрести. И когда они берут ключ Священное Писание, но не открывают и сами не входят, и других людей ведут, получается, как бы в погибель. А есть рядовые члены общин, которые вот всем сердцем стремятся к Богу. Они хотят угодить Богу, но не знают, как. Вот, ну, то есть вот как бы такие вот моменты. Батюшка по православному обычаю, гостей всегда угощают. Ну, и мы также с удовольствием приглашаем к чаю наших гостей. Вот, пожалуйста, попробуйте и нашего чая, и нашего аренде. Попробуем. Да, конечно. И, конечно же, интересно, во время чайной паузы обычно какие-то истории, курьезы рассказывают, было ли это в вашей жизни, в вашей деятельности? Ну, наверное, к тому, что сейчас говорил, можно еще немножко добавить. Случай такой, случаев много курьезных было. Один из которых, когда одна бабушка во время молитвы в молельном доме у баптистов, она настолько расчувствовалась, вот, у нее любовь к Богу. И вот она расчувствовалась и говорит, Господь, Иисус Христос, какой ты хороший, дай тебе Бог здоровья. Ну, здесь, конечно, можно сказать и как бы развеять некий миф, что касается нас, православных. Потому что протестанты говорят о том, что в православии запрещено молиться своими словами. Что православные молятся какими-то заученными словами, молитвами, смысл которых уже далек, потому что язык архаичен и не понимают уже сами молящиеся. Вот. Хороший чай. Да, спасибо. Ага, сейчас варенье попробуем. Вот. Но при этом, при этом, возвращаясь к молитве, стоит сказать, что в православной церкви на самом деле молитва своими словами никак не запрещена. Ведь когда уходит, допустим, сын куда-то в армию, там уходит, идет на учебу, дальняя поездка, мама выходит, говорит, Господи, сохрани, говорит своими словами. Она же не ищет сразу, как именно молиться своими словами. Да, 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 да. Но вот этот курьезный случай, он нам напоминает о том, что молитва должна быть правильной. И все-таки те молитвы, которые есть в молитвослове, например, в православной церкви, эти молитвы, они были составлены святыми отцами, святыми угодниками божьими. И поэтому мы верим, что это совершенные молитвы. Аналогичная ситуация сейчас сложилась у баптистов, которые выпустили «Молитвенный путеводитель», книга ихняя. В этой книге они используют молитвы священного писания. И есть случаи, когда вставляют свои имена. Ну, практически то же самое, что в православной церкви. Вот, может быть, стоило ли им изобретать велосипед? Да, вопрос не риторический. Хотелось бы действительно получить ответ. А сейчас предлагаем вашему вниманию, уважаемые телезрители, ролик о противосектантской деятельности, проводимой в Усманском благочении. Одной из основных опасностей для жизни общества является деятельность различного рода сект, влияние у которых в первую очередь подвержены молодые люди. В активной работе с молодежью руководитель миссионерского отдела Усманского благочиния Иерея Алексий Занин разъясняет информацию о пагубном воздействии сект на людей и общество. Духовинством и органами правопорядка организуются встречи с учениками в образовательных учреждениях. В беседах рассматривается опасность различных сект, но пристальное внимание уделяется тем, чья деятельность признана экстремистской и оказывает влияние подрывного характера на наше государство и церковь. Процесс работы с учащимися не ограничивается стенами школы или института. Каждую неделю по четвергам встречи с молодежью проводятся и в другой, теплой, неформальной обстановке воскресной школы Успенского храма города Усмани. По благословению благочины в Усманского церковного округа протерея Олега Парахина Отец Алексий собирает ребят на встречи, где за чашкой чая они вместе рассматривают и обсуждают актуальные вопросы, события, произошедшие в стране и мире с точки зрения Евангелия и святоотеческих учений. Не обходится и без творчества. Вместе с батюшкой ребята исполняют духовные канты. Отец Алексий, сегодня на фоне ИГИЛа, ваххабитских движений, бесспорно сектантских, эта тема стала такой ёмкой и актуальной. Как вы посоветуете не попадаться в сети этих движений, сект, в особенности для детей, молодёжи? Как им противостоять этому? Как ограждать себя? Как и было сказано, в первую очередь это катехизация, то есть изучение знаний, основ православной веры. Это будет помогать человеку, чтобы он не попал под какое-то влияние. Ну и, естественно, чтобы побольше читали Священное Писание, чтобы родители были заинтересованы, потому что обычно приходят в храм тогда, когда что-то случается. А читая Священное Писание, задавайте вопросы священникам, не ищите на стороне, не надо искать на стороне каких-то ответов. Задавайте вопросы священникам, этим и священникам вы подталкиваетесь к тому, чтобы в очередной раз что-то мы открыли и почитали. Да, да, конечно. И, конечно же, сколько детских Евангелий, Библий, в картинках. Я думаю, что в каждом доме православных людей должна быть такая книга. Она также поможет и тоже вопросы побудит у детей к священникам. Чтобы Библия была настольной книгой православной. Почему мы, православные, знаем нашу Библию православную хуже, чем сектанты, какие-то протестанты и прочие, которые у нас ее украли? Это правда. Спасибо большое. Я очень вам благодарна. Думаю, наши зрители остались довольны такой встречей и такой беседой. А в завершении нашей передачи я желаю каждого, кто стучится в ваш дом, встречать словами «С мира принимаем». Когда мы вместе работаем, учимся, молимся, только тогда мы делаем себя и свою страну крепче и сильнее.